Книга «Открытым оком». Тема «Дети. Лагерь. Стан». Том 20. Вопрос. 3376. «Я работаю ночной нянечкой в доме малютки. Дети, брошенные родителями, подрастают, нуждаются в ласке. Почему их никто не забирает? И отчего вообще дети такие злые?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ мы находим в Библии. При мудрости Соломона, 4 глава, 3 стих. «А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания». При мудрости Соломона, 3 глава, 12 стих. «Жены их несмыслены, и дети их злы, проклят род их». «Помощник и покровитель». Страница 607. «Деторождение как средство спасения для матери». 1 Тимофея, 2 глава, 15 стих. «Спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». «Деторождение есть явление естественное, есть требования природы, общие и человеку, и животным. Однако же апостол Павел говорит о женщине, что она спасется через чадородие. То есть, через рождение детей может Богу угодить и получить блаженство в будущей жизни. За что же ей такая награда, когда деторождение само по себе, как дар природы, не есть ни добродетель, ни заслуга? Как же рождение детей делается средством спасения для матери? На это ответствует апостол. «Если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Первоначальное воспитание детей лежит на обязанности матери, а воспитание не иное быть должно. Как в духе веры и нравственности. Какие же верования внушит, каким молитвам научит своих детей мать, когда она сама неверующая или незнающая? Во что надобно веровать? Может ли утвердить детей в правилах любви христианской мать, которая не имеет чистой любви ни к мужу, ни к домашним, ни к ближним, и если любит детей, то любовью к животною, в смысле их кормления и охранения их здоровья? Может ли мать поселить в их сердцах чувство стыдливости и отвращения от всего, что предосудительно? Когда она на все смотрит легкомысленно, думает только об удовольствиях и увеселениях, допускает даже поступки, которые осуждаются во всяком порядочном обществе и неизбежно бывают предметом раздора и соблазна в ее семействе. Соблазны заразительны, а материнские для детей неотразимы. Но как иногда о дурных привычках говорят, что они всасываются с молоком матери, так и добрые навыки, святые расположения тем бывают тверже, чем глубже укореняются в душе с малолетством. Отцы и матери должны быть сами хороши, верующие, любящие, честные, чтобы воспитать детей подобными себе, чтобы за их воспитание ожидать себе награды. Если жизнь добродетельная сама по себе угодна Богу, что же может прибавить к ее достоинству рождения детей? Все зависит от их воспитания. Как родители, хотя бы сами были добры, могут подпасть страшной ответственности за небрежение о своих детях, за их испорченность, за беспечность об их исправлении, чего, пример указанном в судьбе Илия первосвященника, так напротив, те родители, которые хотя бы и не были чужды грехов юности, почились, однако же, воспитать детей своих в учении и наставлении Господним. Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «Приготовить в них не только полезных членов общества, но по выражению златоуста, радоборцев Христу через сие приобретают себе и великое утешение на земле, и награду на небе. Ответственность за детей нашла отображение в дряньем изречении». Что? Сирахова, 16 глава, 4 стих. «И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых». Дети же в благочестии воспитанные. Суть – самые теплые и, может быть, самые успешные молитвенники за своих почивших родителей. Впрочем, чадо рождения отнюдь не есть общее для всех средство спасения. Спасутся и девственницы, если сохранят свое девство и пребудут в целомудрии. Знаем вдовиц, которые постом и молитвами служили Богу день и ночь. Лука, 2 глава, 37 стих. «И все безбрачные и бездетные могут Бога угождать воспитанием чужих детей, презрением сирот и другими добрыми делами. Путь спасения всякому открыт, иди и спасайся». Душеполезное чтение, 1889 год. Молитвенное воздыхание беременной женщины, которую Бог благословил плодом чрева. «Всемогущий, чудотворящий, милостивый Божий, создатель и сохранитель неба и земли и всех тварей, сам изрекший на всех христианских супругов благословения, плодиться и размножаться. И еще, вот наследие от Господа, дети, плод чрева, награда от Него. Благодарю Тебя, что Ты соделал меня причастную этого благословения и дара Твоего в супружеском состоянии моем. И молю Тебя, благоволи благословить дарованный мне Тобою плод чрева, облагодатствовать и облаженствовать его Святым Духом Твоим, восприять в число возлюбленных чад Твоих и соделать причастным святых таинств Церкви возлюбленного Сына Твоего, Господа моего, Иисуса Христа, чтобы Он чресто осветился и очистился от ядоносной заразы наследственного греха, в котором Он зачат. Господи, Боже, я и плод чрева моего, суть чада гнева по естеству, но Ты, возлюбленный Отче, умилосердись над нами и окропи плод чрева моего и с сопом, да будет чист, омой его и белее снега убелиться. Укрепи и сохрани его во чреве до того часа, когда надлежит ему родиться на свет. От Тебя не сокрыт был этот плод чрева моего, когда он образовался во чреве, Твои руки устроили его, Ты даровал ему жизнь и дыхание, и надзидание Твое, да сохранит их. Сохрани меня от страха и испуга и от злых духов, которые желали повредить и сокрушить дело рук Твоих. Даруй ему разумную душу и соделай, чтобы возросло тело его здраво и неоскверненно, с целыми здравыми членами, и когда наступит время и час, разреши меня по милости Твоей. Даруй мне крепость и силу к рождению, благо поспеши ему Твоею всемогущую помощью и облегчи страдания мои, потому что это есть Твое дело. Чудотворная сила Твоего всемогущества, дело милости и милосердия Твоего, вспомини слово, изреченное Тобою, Ты извлек меня из чрева, к Тебе привержен я от рождения, от чрева Матери Моей Ты Бог мой, Ты упокоил меня в груди Матери Моей, Ты Бог, ведающий и зрящий нужду всех людей, Ты сказал, жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Господи, ради этого сердечного сострадания Твоего и ради исполненного жалости сердца Твоего молю Тебя, благоволи облегчить скорбь мою, которую Ты предвидел, изведи на свет плод чрева Моего с здравым, живым телом и неповрежденными, благообразованными членами. Тебе поручаю я Его в Твои всемогущие отеческие руки, в Твою милость и милосердие и полагаю Его, Господи, Иисусе Христе, святые Твои объятия. Да благословиши и этот плод чрева Моего, как благословлял Ты детей, приносимых к Тебе, когда говорил, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Матфея 19, глава 14 стих. «Спаситель, так приношу я к Тебе и этот плод чрева Моего. Возложи на Него благодарную, благодатную руку Твою. Благослови Его перстом Духа Твоего Святого и облагодатствуй Его, когда Он придет в этот мир святым, блаженным крещением освети и обнови Его к вечной жизни. Посредством возрождения садила Его новую тварью. Омой и очисти Его кровью Твоею. Соделай, чтобы был Он членом святого тела Твоего и святой Твоей христианской церкви, чтобы и из Его уст произнеслась хвала Тебе. И Он был и навсегда пребывал чадом и наследником вечной жизни через святое, горькое страдание Твое и смерть Твою и святое имя Твое и Иисусе Христе. Аминь. Давида, 4 глава, 4 стих. Помни, сын мой, что она много имела скорбей из-за Тебя еще во время чревоношения. Когда она умрет, похорони ее подли меня в одном гробе. Сирахова, 8 глава, 29 стих. Всем сердцем почитай отца Твоего и не забывай родильных болезней матери Твоей. Осия, 13 глава, 13 стих. Моки родильницы постигнут Его. Он, сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. Чужое мнение я должен уважать, подсказывает мне сектант Кривляка, иначе будут поносить, визжать и принародно на меня сморкать и какать. Я с этим согласиться не могу. С тех пор, как с Библией и со Христом сроднился, чтоб город сдать слабейшему врагу, да что же я за пес, чтоб хвост поджать от крысы. Не мнения нам важны, важна суть. Самосущественная истина едина. Есть спорщики чесоточные, расплаждают зуд и давят под себя сектантского кретина. Мы православные и с нами благодать, веков прошедших, таинства, святыни. И таковым все это Бог обещает дать. За то, что в море смуты мы с церковью едины. А церковь – это общество спасенных. Христос их пастырь с апостолами вместе. Где рукоположение не на лошадке темной, во имя Троицы всех обращенных крестят. Чужие мнения, идущие в разрез, с тем, что нам в Библии открыто иеговой, Зароем уничтожим, на том поставим крест, а для смиренных в истине сготовим. Есть «да» евангельскому, и назад ни шагу, на том стоим и будем утверждаться. Нет, вареву сектантскому в корчаге, и Дух Святой все сотворит со властью. Чужое мнение на нюх не переносим. С блевотиной пророк его сравнил. Писатель будет пыжиться от злости. Правителю, конечно, я не мил. Быть сутроками в огненной печи, не убоявшись царских устрашений, стоянием за истину начнем людей лечить и исцелимся от чужих учений. 20 декабря 2006 года. Игла. Субтитры создавал DimaTorzok